Всем привет, с вами Назар, вы на канале Scardia XL и сегодня я хочу поговорить насчет iPad'ов. Сегодня поговорим насчет iPad'а Pro и iPad'а 2019 года. Мы их сравним и выберем, что же лучше для приобретения. Итак, давайте начнем с отличия. Чем же различаются два этих iPad'а? Итак, они различаются двумя вещами. Это производительность и цена. Но можно на самом деле еще сравнить с дизайном, если учитывать новые iPad'ы Pro, которые вышли в 2019 году. Итак, начнем с производительности. Вот о чем она вообще нужна в iPad'е никто никак не может понять, потому что никакие профессиональные такие задачи никто не делает на iPad'ах. Все это делается на ноутбуках или компьютерах. Но сама же компания Apple преподносит iPad'ы Pro как замена ноутбукам. Но при этом система iOS очень закрыта и полностью использовать эту производительность просто нельзя. Ее негде использовать. И это очень нелогично. Как устройство, способное заменить ноутбуки, может это сделать на кривой системе. Вот это непонятно. Итак, с производительностью итог таков. Она не нужна в iPad'ах, ибо iPad'ы это устройство для серфинга в интернете, для игрушек и работы с почтой. И чтобы выполнять эти задачи, достаточно купить iPad 2018 года, цена которого на 40-60 тысяч дешевле. 40 по сравнению со старыми iPad'ами Pro и 60 с новыми. Итак, ну можно придраться насчет художников. Как же они будут рисовать на этом iPad'е? Но на этом iPad'е тоже поддерживается Apple Pencil. Так что переплачивать, вот, думаю, что вот там вот будет поддерживаться Apple Pencil, ну не стоит, потому что на этом iPad'е тоже оно поддерживается. И в iPad'е 2019 года это тоже будет. Итак, я разбрал все задачи, для которых нужен этот iPad, и покупать iPad'е за 60-154 тысячи рублей непонятно зачем. Ведь можно купить iPad'е за 25-30 тысяч рублей, который тоже поддерживает Apple Pencil. Ну, я думаю, это куда лучше выбор. Ну, кстати, я разбирал все эти... ну, цены я разбирал, учитывая версии без симки, то есть этот селлор. Я думаю, что он бесполезен, потому что нормальные люди раздают себе интернет для iPad'а с телефона. И поэтому тоже селлор считает тоже бредом. Итак, вывод. Вот, я считаю, что iPad'ы Pro это полностью бесполезные устройства, которые просто более председательные. Но суть в том, что никому не нужно. Идеальный вариант планшета это iPad'е 2019 года, ну или iPad'е mini 4, но там, правда, не поддерживается Apple Pencil. Это, ну, в принципе, не страшно, но если вам нужно просто устройство для серфинга, то можно взять iPad'е mini 4. Итак, выбор делать вам. Но я хотел бы донести до вас, что iPad'е Pro это бесполезная вещь и не стоит переплачивать большие деньги за вот эту приставку Pro. В принципе, это все, что я хотел на сегодня сказать. С вами был Назар. Вы были на канале Scardia XL. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.